Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарен Замире Ахмедовне, что она поставила доклад сразу за докладом Алимурадовича. Мне так будет проще, потому что Алимурадович озвучил все основные вопросы преимуществ лазерных резекций перед лучевой терапией и озвучил вопрос сохранения гортани. Мы хотели в своем докладе рассказать о нашем опыте, о том именно практической части проведения эндолоргиальных резекций гортани. Почему это важно? То красивое видео, которое мы сегодня видели, как лазер двигается по слизистой оболочке гортани, происходит удаление опухоли. Происходит все не просто так. Для этого необходима кропотливая работа еще до того, как мы начнем оперировать этого пациента. Преимущества лазерных резекций гортани, о них уже говорилось, но еще хочу немного уточнить, что непосредственно при данной манипуляции мы имеем прямой обзор опухоли под увеличением, можем определять четко границы и работать прецензионно. При этом мы работаем чаще всего одной рукой, и это также позволяет находиться в операционной одному хирургу, позволяет работать другим хирургам других операционных для отделения, как бы это тоже плюс. Минимальное повреждение окружающих тканей, что позволяет не накладывать пациентам трахеостому. Мы можем также тщательно операционный гемостаз. Сам СО2 лазер позволяет мелкий сосуд достаточно хорошо коагулировать. Короткое пребывание в стационаре, при этом Леварнадж уже озвучивал это, что лазерные резекции гортани, их преимущество значимое в том, что другие опции, которые мы можем применить для лечения пациентов с начальными стадиями рака гортани, они сохраняются. Мы можем повторно использовать данную методику лечения у пациентов с рецидивами, с небольшими. Можем ее использовать после неудач при лучевой терапии, и это позволяет, дает нам больше возможностей в лечении пациентов. Ну и осложнения, которые возникают, их можно предотвращать и контролировать. Об этом я также скажу чуть позже. Наш опыт – это порядка 130 операций за 2 года, и вот на этом опыте, собственно, и построено наше сообщение. Идеальный пациент, который, мне кажется, любой хирург хотел бы видеть в операционной при проведении лазерных резекций гортани, это с четко определяемыми границами опухоли. Опухоль, который расположен, допустим, в среднем отделе гортани, в средней третьей истинно-голосовой складке. Здесь это пациенты, с которых стоит начинать свою хирургическую практику с этой методикой. И, как Эльмарас уже говорил, необходима визуализация дооперационная, чтобы мы понимали, каких пациентов отбираем на хирургическое лечение. Итак, отбор пациентов – одна из важных опций. Для этого мы обсуждаем пациентов на мультидисцентральном консилиуме, кого мы можем подобрать с учетом сопутствующей патологии на хирургическое лечение при начальных стадиях рака гортани, оцениваем возможность выполнения радикальной операции с помощью дооперационной оценки опухолей. Но очень важно это наличие оборудования, которое позволит именно этому пациенту сделать операцию, визуализацию опухолей и анатомических структур, непосредственно в операционной, как распространяется опухоль, допустим, в передней комиссуре. Для этого нужна торцевая оптика. Ну и тесное взаимодействие с патоморфологом. Здесь на видео представлены клинические случаи. Небольшая опухоль, она расположена в области левой черпангодотальной складки. Этого пациента не было верификации диагноза. С помощью ланигоскопии не получалось верифицировать. Мы пациента этого взяли на операцию, хотели иссечь вот этот небольшой фрагмент образования. Думали, что это получится у нас радикальная операция. К сожалению, когда уже под эндоскопическим контролем пациент был заинтубирован, мы увидели, что опухоль распространяется на грушевидный синус значительно больших размеров. Эндоскопически здесь эту опухоль удалить не представлялось возможно. Мы выполнили только биопсию. И потом с пациентом уже обсуждали дальнейшие варианты лечения. То есть методика эндоскопической, даже осмотра гортани, позволяет иногда выявить те опухоли, которые мы не можем выявить при других рутинных осмотрах. Про это тоже надо обязательно помнить. Еще один клинический пример. Опухоль – плоскоклеточный рак на фоне гиперкератоза, который у пациента развился. В этом случае очень сложно оценить границы образования. Можно принимать решение, какой тип операции необходимо выполнить пациенту. Но здесь мы понимаем, что ткань, которая находится сверху, она должна быть тоже удалена. И на это тоже надо не обращать внимания. Тоже клинический пример. Молодая пациентка, активно курящая, ей 42 года. При этом мы видим, что вся слизистая оболочка и вестибулярного отдела гортани, среднего отдела гортани находится в состоянии хронического воспаления. Четко дифференцировать границы опухолевой ткани не представляется возможным. Верификация получена с правой истинной голосовой складки. Эта пациентка к нам еще не поступила для лечения. Существуют анатомические особенности, которые ограничивают нас применение этой методики. Это короткая шея, массивный язык, подвижность шейного отдела позвоночника. Эти факторы также необходимо учитывать при планировании операции. Исходя из этого, идеальный пациент для начала таких операций – это молодой пациент, у которого широко открывается рот, небольшой язык, который позволяет легко установить клинок, не мешает введению в полость глотки, с длинной и подвижной шеей, чтобы мы могли вывести полностью гортань и иметь идеальную визуализацию для операции. Очень важно это общение с патоморфологом. Важна маркировка препарата для того, чтобы мы могли оценивать радикальность проведенных хирургических вмешательств. Здесь существует проблема – это уменьшение размера гистопрепарата. Мы даже если отступили 3 мм, мы знаем, что в процессе помещения формалин он уменьшается. И иногда гистологи нам дают, что края резекции там 1 мм, хотя мы знаем, что отступили значительно больше. Это тоже вызывает потом дискуссию в плане назначения адюантной терапии. Нет чётких границ, чистых краёв резекции. То есть сколько достаточно – 1 мм, 2 мм, 3 мм. Я знаю, что наши коллеги из ФМБА проводили такую работу, и они остановились, что 2-3 мм – это уже достаточный край. Но иногда, получая результат гистологического исследования, что 1 мм – отступ, что дальше делать? Это тоже вопрос. Иногда происходит, что опухоль маленькая, и вот этот маленький размер препарата не позволяет подморфологам чётко нам сказать, где есть рост, где нет роста. И нечасто, но случается, что имеется карбонизация краёв резекции, что также не позволяет иногда оценивать радикальность выполненной операции. Очень важно – это обеспечение безопасности во время процедуры, соблюдение чёткого чек-листа на всех этапах манипуляции, начиная от интубации пациентов. Очень важно, чтобы врач-анестезиолог знал особенности интубации, использовал правильные интубационные трубки. Здесь на видео вы увидите, что после того, как пациент заинтубирован, становится капот для защиты зубов, устанавливается клинок, устанавливается на опору для того, чтобы вывести гортани. Плюс важность заполнения специализированных трубок физиологическим раствором для предотвращения воспламенения и возгорания. Кроме этого, необходимо всех в операционной предупреждать о том, что мы работаем лазером, и защита от лазера тоже важна для всей операционной бригады. Кроме этого, очень важно оснащение. Чтобы это оснащение было полное, чтобы мы не дискредитировали методику. В операционной должен быть микроскоп, СО2-лазер – это обязательно. Набор эндоларингоскоп, без него никуда. Набор инструментов для эндоларингеальных вмешательств, если у тебя какого-то инструмента нет, ты некоторые объемы не сможешь выполнять, или будешь выполнять их некачественно, что может приводить к плохим результатам лечения. Обязательно это наличие дымоотсоса, обычного отсоса для аспирации из полости гортани, электрохирургический аппарат, который тоже требует определенной настройки для эндоларингеальных вмешательств, чтобы минимизировать повреждения тканей, если необходима электрокоагуляция. Ну и кресло хирурга для того, чтобы четко фиксировать руки, потому что руки находятся на весу, и нам необходим четкий контроль за длинным хирургическим инструментом, очень тонким. Очень важно это обучение, причем обучение не только хирургов, но и все операционные бригады, это и обучение медицинской сестры, которая понимает все этапы операции, какой инструмент необходим в конкретном случае, когда необходимо использование дополнительного оборудования. Кроме этого, анестезиологи должны четко понимать, что когда снизить концентрацию кислорода в подаваемом воздухе, при вентиляции легких, очень важно начинать от простого к сложному, сохранять желательно видеоархив операции и обследования, это позволяет потом оценивать, насколько радикально это выполнена операция. Ну и обучение голосовой и реабилитации функции глотания. Самая большая проблема – это возгорание, оно может случаться как в вдыхаемом воздухе, да, возгорание в интубационной трубке за счет воспламенения кислорода, возгорание материалов и других частей тела, поэтому очень важно обкладывать пациента материалом, смоченным физиологическим раствором. Очень важно, это ранний послеоперационный период. Есть многие проблемы, что нет единых стандартов после операционного наблюдения и лечения этой группы пациентов, какие препараты мы используем, сколько необходимо гормонов ставить пациенту, когда непосредственно во время операции, сразу после операции, сколько дней, что мы проводим, антибиотикопрофилактику, антибиотикотерапию, как долго, какими препаратами, необходима ли ингаляция у пациента после небольших лазерных резекций. Соблюдать ли пациенту голосовой покой, на какой день мы можем разрешать ему уже принимать пищу, и очень важный вопрос, на кои сутки мы можем уже смело уписывать пациента из стационара, не боясь больших осложнений. По данным авторов, наиболее частые проблемы раннего послеоперационного периода – это повреждение мозжета непосредственно во время манипуляции, отек языка после операции, часто также случается, дыхательная недостаточность, возникновение подхожной эмфиземы, ну и возгорание, это как самое грозное осложнение, которое никто не хочет столкнуться никогда. Еще в послеоперационном периоде также могут возникать осложнения, это кровотечение, смертность достигает 0,3%, зависит от объема резекции и локализации, наиболее угрожаемая по кровотечению, естественно, это операция, выполняемая в области вестибулярного отдела, гортоноглотки. Нечасто, но возникают также пневмонии за счет аспирации, также свойственно пациентам, у которых операция выполнялась в вестибулярном отделе, отдышка, эмфизема, трахеостомия. Ну и нечасто возникают инфекционные осложнения, при этом наличие фибрина – это не признак инфицирования раны. Вот здесь на слайде представлено, уже после того, как мы удалили шарик для защиты манжеты, при гемостазе, выполняя лазером его, вот я повредил манжету, их там две, поэтому повреждение передней манжеты не вызвало никаких у нас проблем, но это необходимо тоже контролировать. С какими осложнениями мы сталкивались? По сфинкционной отневмонии – это одна пациентка, мне было до этого наложено трахеостома, и мы реконализировали ей просвет гортани, к сожалению, она достаточно быстро погибла. Летальный исход один, еще один летальный исход непосредственно от осложнения – это одно кровотечение, это случилось буквально полтора месяца назад, 14-е сутки после резекции третьего типа, левая истинная голсовой складки, а профузное кровотечение пациента случилось дома, его, к сожалению, не смогли спустить. Ну и 4 пациента, вот из 30 у нас, умерли в процессе наблюдения, но они умерли не от злокачественного образования гортани, а причины смерти не связаны именно с раком гортани. Очень важный вопрос, что дальше, после того, как мы получили результат гистологического заключения? Если мы имеем несколько положительных краев резекции, положительные и близкие края резекции, то здесь возможна такая опция, как повторная лазерная резекция гортани. Если мы повторно получаем снова положительный край резекции, рассматривается вопрос об открытых резекциях или лучевой терапии. Если же у нас несколько отрицательных краев резекции и близкий край, то мы можем пациенту подвергать динамическому наблюдению, если, естественно, пациент готов к такой опции. Очень важно пациентов наблюдать в отдаленном послеоперационном периоде для оценки качества проводимых операций. И вот здесь на видео представлен результат лечения рак среднего дела левой половины после резекции. Видите, что эпитализация наступила, смыкание связок есть, и голосовая функция пациента полностью устраивает. К сожалению, не всегда так происходит, и иногда случается, что в послеоперационном периоде возникают синехи в области хирургического вмешательства. Секундочку. Здесь возникло в области среднего дела гортани, в области передней комиссуры. И по краю вот этих синехи мы видим, что имеется грануляционная ткань, сформировавшаяся. Вот еще один клинический пример. Здесь также в процессе наблюдения выявлена эта грануляционная ткань после хирургического вмешательства, она пролоббирует в просвет гортани, доставляет пациенту дискомфорт и нарушение голосовой функции. Естественно, этих пациентов потом необходимо отслеживать и подвергать повторному хирургическому лечению. Спасибо большое за внимание. Я на выводах не останавливаюсь. Я постарался акцент расставить в процессе своей презентации. Спасибо. Спасибо.